Фаля, Бразилия, Бразилия и Россия, это не провинции США Игорь Гелов Фаля, Бразилия 26 апреля 2019 года Между Бразилией и Россией существует разногласие по поводу венесуэльского кризиса, но страны должны обсуждать этот вопрос, а не вести себя как провинции Соединенных Штатов Такое мнение высказал в минувший вторник, 22 апреля, директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин на встрече во дворце Итамарати, Итамараты Щетинин, дипломат с большим опытом работы в регионе, он занимал должность посла России в Аргентине и сотрудничал с СААК, Организацией Американских Государств Организаций, которая, с его точки зрения, поставлена на службу чьих-то конкретных интересов В данном случае, американских Фолье побеседовалась с Александром Щетининым после его лекции, состоявшейся во вторник в фонде Фернанду Энрике Кордозу, фундача Фернанда Энрику Эчардоса, в Сан-Паулу Главной темой этого выступления была полемика, развернувшаяся вокруг поддержки, которую Москва оказывает венесуэльскому диктатору Николасу Мадуро Ничилась Мадуро, однако дипломат с готовностью отвечала на другие острые вопросы Необычным моментом встречи стало заявление главы офиса Итамарати в Сан-Паулу посла Дибора Баренбоем Дибора Баренбоем, которая сказала, что ввиду серьезных разногласий между Бразилией и Россией по региональным вопросам правомерно поставить вопрос о том, имеет ли смысл продолжать сотрудничество в рамках БРИКС Щетини напомнила о более чем десятилетних отношениях, которые связывают членов группы Бразилию, Россию, Индию, Китаю и Южную Африку Не думаю, что различия должны быть основанием для того, чтобы отбросить все, что было сделано до настоящего момента, и то, что еще можно сделать в будущем Как гласит одна французская поговорка, лучшие средства от головной боли – гильотина, но, по-моему, лучше вести диалог, ответил он В конце своего выступления посол озвучил призыв, обращенный за пределы дипломатической сферы Удел Бразилии – это удел великой страны Ее позиция является точкой осчета Не будьте рядовой страной, – сказал он Разумеется, в ходе беседы речь не шла о правительстве Жайра Бальсонару Яйр Бальсонаро, но многочисленным представителям бразильской социал-демократической партии, ПСДБ, присутствовавшим на мероприятии, смысл этого призыва был предельно ясен Фолье спросила Щетинина о том, не станет ли предложено и Бразилия автоматическое согласование своей позиции с интересами Соединенных Штатов Дональда Трампа препятствием для переговоров с Россией Мы верим в сотрудничество, потому что наши интересы взаимны, – ответил он Кроме того, страна Латинской Америки значительно старше своего северного партнера, а потому мудрее, – сказал он, отметив, что на долю Бразилии приходится треть российской торговли с регионом По мнению российского дипломата, тот факт, что Соединенные Штаты рассматривают Россию как негативное влияние в регионе, это определение принадлежит главе Южного командования американских вооруженных сил, следует отвергать как, по сути, иностранное вмешательство Что касается поддержки правительства Мадуро, которое Москва, в отличие от Бразилии, считает законным, то здесь, по словам Щетинина, нет поводов для перемены позиции Мадуро совершил ряд ошибок, в этом нет сомнений Но еще хуже санкции, которые приводят к ситуации хаоса Недовольство венесуэльского народа очевидно Однако эту проблему должны решить сами венесуэльцы, а не иностранцы, – сказал он Щетинин не согласен с тем, что отправка Москвой в Каракас двух самолетов с контингентом военных и техникой в разгар напряженности на границах в прошлом месяце была своеобразным поигрыванием мускулами Как вы знаете, Россия выполняла свои обязательства по действующему контракту Это были специалисты по военной технике, а не солдаты, – заверил он Но разве это не было сигналом для Вашингтона? Все сводится к одному единственному сигналу Венесуэла имеет законное правительство В своей лекции Щетинин настаивал на том, что США нарушают международное право в регионе Разве не то же самое происходит в Крыму? Спросил перуанский консул Карлос Артис, Чарлос Артис, имея в виду полуостров, аннексированный Владимиром Путиным в 2014 году Все началось с переворота, в результате которого на Украине был свергнут законный президент, – сказал Щетинин, в очередной раз повторив российскую мантру о том, что крымчане сделали свой суверенный выбор, хотя он и не признает референдум, по которому пять лет назад они присоединились к Москве Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует... Продолжение следует...